Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. И сбил. Сперва не понял, что сбил – ребенка или корову. Сбил восьмиклассницу насмерть. Езда в нетрезвом состоянии привела к трагическим последствиям в Сулеймастальском районе Дагестана. Через тернии к знаниям в селении Кванада Цумадинского района дети учатся в спортивном клубе без отопления света и в тесных кабинетах. Объятие, поздравления и радость на лицах спортсменов. Дагестанские токвандисты празднуют победу на чемпионате Европы. В Сулеймастальском районе мужчина совершил наезд на 13-летнюю девочку. Инцидент произошел в селении Корчак. В результате ДТП ученица восьмого класса получила травмы, несовместимые с жизнью. Позднее сотрудниками полиции была установлена личность виновника ДТП. Им оказался 34-летний житель соседнего села Зизик. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». Что можете пояснить по факту наезд на несовершеннолетнего ребенка? Примерно где-то ближе к 6-ти со столика встал, хотел заправиться, поехать к отце села Корчага. На заправку хотел поехать. И сбил, и сперва не понял, что сбил, ребенка или корову. Почему вы скрылись с места ДТП? Я был не в террористом состоянии, не испугался. Что вы можете прокомментировать в данной ситуации? Я сожалею в том, что случилось, и осознаю свою вину, и рекомендую другим водителям тоже в пьяном состоянии, в террористом состоянии не садиться за руль. А в Кайкенском районе Дагестана питьевой водой отравились дети. Так, в селении Новая Викри зарегистрировано 24 случая заражения острой кишечной инфекцией. В больницу попало 11 детей и один взрослый. По последней информации, там остается 5 человек, остальных лечат амбулаторно. В причинах отравления разбирается Роспотребнадзор Дагестана. За период с 22 сентября по 7 октября 2019 года среди жителей селения Викри Кайкенского района зарегистрировано 26 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении остается 7 человек. В ОЧГ начато проведение организованной и проводится профилактическое противоедемическое мероприятие. Проведено эпидемиологическое расследование, по результатам которого установлено, что все заболевшие употребляли сырую водопроводную воду. Из отобранных 29 проб воды для проведения лабораторных исследований, 4 пробы не соответствуют по микрообиологическим показателям. Обнаружены ОКБ, ТКБ, что свидетельствует об фекальном загрязнении воды. Украли стройинвентарь стоимостью почти 80 тысяч рублей. В Махачкале двое злоумышленников, сломав навесной замок на воротах строящегося дома, своровали дорогостоящие электроинструменты. Чтобы вынести их незаметно, мужчины упаковали все в картонные ящики, загрузили в такси и отвезли в ближайший магазин стройтоваров. За награбленные молодые люди получили 10 тысяч рублей. В ходе следствия удалось установить личности двух подозреваемых – это жители Махачкалы и Хасавюрта. Вперед к знаниям, без света, отопления и в тесных кабинетах. В таких условиях приходится проводить занятия учителям школы в селении Кванада Цумадинского района. Там местный спортклуб выдают за школу, и это вынужденная мера, так как здание, которое некогда было выделено под образовательное учреждение, давно непригодно для учебного процесса. Мы выехали на место событий и узнали, почему в селе не могут построить нормальную школу. Четыре тесных кабинета, сырость, трещины в стенах, отсутствие отопления и электричества. Это школа в селении Кванада, если так можно ее назвать. Ведь если на чистоту, это спортклуб, который попросту выдают за школу. Другого здания, оборудованного под образовательное учреждение, в местности нет. Ребята вынуждены учиться в две смены, разделившись на начальные классы и средние. Перед фактом просто поставили, мол, проведите тут, больше помещений нет. Но тут нет ни туалета, чтобы дети могли сходить. Нет помещений, где мы могли накормить детей в нормальных условиях таких. Нет, ну, видите, помещения маленькие. Ученики есть у нас, конечно, есть 14 учеников, но они тоже в тесноте. Перед фактом поставили, что можем сделать. Можно только здесь лечиться, всю зиму зимовать тут. Абсолютно никаких условий нет. Такое чувство, что мы два класса в одном помещении. У нас только вот эта перегородка деревянная, и все, все слышно. И там дети мешают, и здесь учителя мешают. Сюда ученики переехали всего пару недель назад, и это была вынужденная мера. Здание хоть небольшое, но находиться в нем куда более безопасно, в отличие от прежней школы, которая буквально рушится на глазах. После крупного землетрясения в Буйнакске 70-го года в ряде дагестанских сел были построены щитовые деревянные дома под школы. Срок их эксплуатации 33 года. После они начинают буквально сыпаться. Этому зданию, к слову, 45 лет. 45 лет без реставрации. Здание изжило себя. Потолок здесь держат на подпорках. В администрации района об отручающем положении дел знают. По их планам на этом месте уже должна была стоять новая школа. Но проблема в том, что нормы строительства здания, заданные государством, не предусмотрены под горные объекты. Не учтены все трудности доставки строительных материалов на этот объект. Не учтены все трудности бездорожья, доступа нет. Мы сейчас сами увидели. Очень трудные дороги, подъездные дороги здесь отсутствуют. Здесь бетонный узел надо будет на месте здесь делать. Бетон привезти невозможно. Огромные бетонные работы здесь будут. Очень много фундаментов, очень много земляных работ. Десятки тысяч кубометров землю надо отсюда вывозить. И самая большая трудность была, вот сейчас в последнее время, такая тенденция идет по всем школам, учебным заведениям, что 60 квадратных метров из расчета на одного ученика. Огромные трудности из-за того, что наши деды, предки наши строили в таком узконаправленном плане, это наши населенные пункты. В селении найти такой земельный участок, 78 соток, это очень огромная проблема. Найти в горах участок со свободной равнинной площадью с заданными параметрами – дело непростое. Но с горем пополам, путем долгих переговоров и последующим выкупом территории, землю удалось приобрести у частных владельцев. Но тут же появилась новая проблема. С людьми договорились, хозяевами этого участка, они нам этот участок дают, ради блага села, ради блага своих детей дают. Но ценовой вопрос так и остался, остановились на точке 3 миллиона рублей. Здесь было уже 2-3 подрядчика сюда приезжали, на этот объект строить, который планировали, хотели здесь строить. Увидев наши труднодоступные дороги, увидев все проблемы, которые здесь вокруг школы, увидев все свои затраты, один подрядчик ушел и отказался, другой подрядчик ушел и отказался. Очень низкая ценовая политика при формировании смертной стоимости объекта, очень низкая ценовая политика образовалась в Дагестане за последние 2 года. Найти подрядчика для работы в труднодоступном месте и с минимальной выгодой действительно не так-то просто. Поэтому сегодня здание по-прежнему стоит как непригодное, а новая школа, которую должны были презентовать уже сегодня, еще только в планах. Между тем, школьникам и учителям предстоит суровая зима в здании без отопления и каких-либо удобств. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Сумадинский район. Владимир Путин наградил муфтия Дагестана орденом дружбы. Указ главы государства о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, духовный лидер республики шейх Ахмад Афанди награжден за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, а также за активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы СОБРа. В преддверии праздника композитор и певец из Киргизии посвятил бойцам специального отряда быстрого реагирования «Ястреб» авторскую композицию. На песню, посвященную спецподразделению, был смонтирован видеоклип, в который вошли кадры из боевой хроники отряда и из тренировок спецназовцев. Идею написать песню про дагестанский СОБР подал координатор патриотического движения «Бессмертный полк» Ильдар Кадеев, который тесно сотрудничает с управлением Росгвардии по Дагестану и знаком с деятельностью подразделения. Шесть медалей, четыре из которых золотые. С таким багажом на родину из Испании вернулись триумфаторы первенства Европы по тэквонду. Минувшие ночи юных героев встречали в Махачкалинском аэропорту. На месте событий побывал и наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Объятия, поздравления, море цветов. Родные, друзья и тренеры не сдерживают эмоции и признаются. Успехом нашей команды действительно можно гордиться. Шесть наград с континентального первенства. Такого урожая медалей с международных соревнований по тэквонду дагестанцы не привозили уже давно. Эмоции у нас у всех очень положительные. Ребята выложились, провели сложнейшие поединки. У каждого из них было минимум по пять боев. Мы здесь болели, наблюдали. И часть тренеров наших была там, часть тренеров здесь осталась. Мы очень довольны результатом. В испанском городке Маринадор тэквондисты выступали в двух возрастных категориях среди юношей и юниоров. На высшую ступень педестала поднимались Магомед Гаджи Магомедов, Мохмад Таймасханов, Саид Абдулаев и Джаврият Алиева. Бронзовых наград удостоились Абдурахман Кадыров и Айна Мурзаева. На импровизированном митинге к медалистам, их тренерам и родственникам обратились представители Минспорта Федерации тэквонду и руководители спортивных школ. Я от души хочу поблагодарить, поздравить всех тренеров, родителей, всех родственников успешным выступлением наших дагестанских молодых тэквондистов. Тэквонду – молодой вид спорта в нашей республике, но несмотря ни на что, сегодня они показали свою лидирующую позицию на первенстве Европы. Это был нелегкий труд. Хоть сейчас висят золотые, бронзовые медали, сзади стоит огромный труд. Спасибо тренерам огромное, всем и личным, и сборным тренерам. После встречи спортсмены еще долго получали поздравления и фотографировались. Таким вниманием они окружены впервые за свою карьеру. Впереди всего несколько дней отдыха и снова на тренировке, ведь для этих ребят жизнь в большом спорте только начинается. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.